Здравствуй, дорогой подписчик! Здравствуй, Икея! Здравствуй, моя любимая камера Сонька! Как я давно тебя в руках не трогал! Мне очень захотелось немножко лампового эфира. Ну, ничего не понял! Кто в теме, тот поймет. Потому что наша новая экшн-камера DJI, она немножко снимает по-другому. Она делает картинку более стерильно, а Сонька снимает фактурно. В общем, за кадром оператор по совместительству муж Замарота Дмитрий Юрьевич. Все вместе, в совокупности, мы составляем про Икею. Мы же идейные вдохновители, создатели, авторы, ведущие, монтажеры и все, что связано с каналом. Плюс, кто первый раз попал на наш канал. Ребят, мы являемся действующей службой доставки Икея в городе Саранск. Уже 11 лет без малого мы возим все есть счастье в наш город. И радуем наших покупателей. Массы. Массы. Радуем массы, правильно, Дим? Да. При этом мы являемся экспертами и единственным крупнейшим каналом на территории русскоязычного Ютуба. Все, я себя облизала, теперь готова рассказывать. Себя не похвалишь, как весь день. Неумытый. Подождать придется. Это традиция. Кстати, в Икее сегодня очень-очень шумно. А у Димы есть такая традиционная поговорка. Если в Икее шумно, значит покупателей мало. Да. Создаем шумовой эффект. Мы с вами находимся в отделе спальни, не спальни, а в отделе комодов, рядом гардероба и спальня. Показывать будем вам туалетные столики. Снимаем, к сожалению, уже второй раз, потому что предыдущие у нас было запорото по звуку вообще. Да. Димастер расслабился и перестал проверять аудиозум. Это одна из причин, почему у нас вдруг на канале был промежуток. То есть мы приехали, наснимали материал, а он оказался ушел весь в топку. Уточню. Перед Москвой мы наснимали материал, а когда приехал, посмотрел на редакторы. Фигу вам. Погнали работать? Да. На самом деле туалетных столов девочки и так много. Их по факту сейчас три, плюс четвертый, который можно использовать как туалетный столик. Ну и плюс не забываем про маленькие письменные столы, наподобие Мики, которые вы всегда можете апгрейдить под туалетный стол, когда вам нужно и очень бюджетно нужно. Но если бюджет у вас не ограничен, и вас хочется себя порадовать, поставить в спальню, либо в кабинет, либо там гардеробная у вас шикарная, welcome, эти столы вас удовлетворят. Хоть вы и любите, когда Дмитрий вставляет парочку своих экспертных слов, но тут я особо ничем не могу вас порадовать. Эти только качеством материала. Ну хоть камеру подержишь? Ну стараюсь. Ну и на том спасибо. Итак, смотри. Значит, первый стол Норткиза. Туалетный столик из бамбука. 76 на 47. Дим, покажи, пожалуйста, название. К сожалению, пока нет в магазине. Вообще во многих магазинах с товаром Ж. И это Ж, ребят, будет длиться до сентября, не меньше. Имейте, пожалуйста, это в виду. Поэтому, если вдруг что-то видите, что есть, в наличии цапайте, а то потом не будет. Размер 76 на 47. В принципе, его можно использовать как стол для работы. Здесь какую штучку у меня стоит? Тихо, не кричите, пожалуйста. Вы меня огрушаете. То есть можно использовать вот, ну, с ноутбуком. Теперь давай по детальке. Специально села поближе. Удобно. Ну, вот если на таком расстоянии, мне вот слепышарик раситься неудобно. Я бы поставила зеркало, Дим, на ножке. Вот сюда мне жизни не хватает. Я оставлю картинку. Да, то есть вот на этом расстоянии мне краситься неудобно. То есть вот карандаш нанести, рустышевать я бы не смогла. Теперь давай по вообще, да, моментам. Это полностью бамбук, значит, это влагостойкая. Вот такой выдвижной ящик. Он размер как раз половина стола. Примерно получается где-то 40 на 25. Ну, чуть поменьше я так, грубенько. Можно даже использовать как отдельный предмет. Ну, я тебе добавлю, он не только влагостойкий, он сам и по жесткости самый-самый такой. Жесткий. Да. Здесь два отделения. То есть ящик можете ставить куда вам удобнее. Опять что-то спрятали? Нет. Обмешулилась, Пауна. Не поняла прикола. Они же, боже, были одинаковые. Ну, что-то есть там. Да. Здесь задняя стенка. Ага, все, поняла. Значит, смотри. Здесь при сборке заднюю стенку выдвинули, а вот то отодвинули. То есть конструктив вряд ли это. Это, скорее всего, моменты сборщиков. Потому что пазы вот здесь я чувствую есть. Ну, туда я залазить не буду. Не, а он прикрученный. Если я сейчас отберу стол, нас потом вообще не пустят. Бамбуковая склейка. Стандартно что-то целиковое, что-то из склейки. Вообще нареканий по бамбуку нет. Единственное, если это влагостойкое, такое влажное помещение, может быть все-таки потемнение. Дим, иди сюда, покажи, пожалуйста. Несмотря на то, что бамбук, в принципе, довольно-таки устойчивый материал, вот такие вот моменты имеют место быть. Ну, это как-то целенаправленно, прям чуть ли не кусало его. Сейчас мы попробуем. Очень музыку громко. Я, наверное, сейчас буду жалко как-то. Извините, немножко разлучился пользу этой техникой. 7 секунд, аначе забанят. Нужно говорить. Да. Так, давай дальше. Ну, в принципе, мне по этому столу добавить нечего. Девочки, у кого такие столы есть, рассказывайте, как используете. Я не знаю, куда бы я его поставила. Пока непонятен он для меня. Теперь чисто вот, ну, я примеряюсь, если бы вот я себе брала. А дальше сювдэ, туалетный столик. Он к нам пришел вместо бримнаса. Размер 100 на 46. Дим, этикеточка. 100 на 48, сори. Два ящика. Один выдвижной, один большой. Стеклянная столешница с пазами прилагается. Выдвижной ящик. Присядьте по-человечески. Сейчас, я хочу показать сначала то, что есть. Иди сюда. А я вижу. Это полностью ДСП-шный стол. Акриловая краска. Бумажная пленка. То есть стандартная киевская мебель. Высота 78 сантиметров. Вот здесь, смотрите, Регисара. 40 на 30 лоток. Можно и так поставить, и так поставить. И еще остается место. Вот, вы знаете, я бы, наверное, девушке-студентке, которой нужен и письменный стол, и туалетный, я бы его взяла. Смотри, какой большущий ящик. Сюда очень много можно сложить. Татьяна, не молчим. 7 секунд запоминаем. Дима, говорю, 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 выговариваю. Иначе забанят. Так, теперь давай по удобству. Значит, сильно высоко стульчик не задерешь, потому что коленочками будешь упираться. В плане краситься, ну, я слепыш, хоть уже наполовину восстановленным зрением с помощью Cyberian Wellness, но тем не менее. Мне надо краситься вот, чтобы близко видеть. В противном случае мне неудобно. Здесь предлагают зеркало с подсветкой с троем. Store E-Orm 60 на 80. Подсветка изнутри идет. Ну, это чисто такое, декоративное, да. Это жаловаться. Не надо нас жаловаться. Мы вас любим, мы хорошие у вас. Так, и прям вот топчик Хемнес. Стоит он сейчас 15 тысяч. Пошли, текеку, покажи. Переселяйся. Переселяюсь. Стол Хемнес в ассортименте уже очень давно. Ребята, вот сколько мы возим, столько он и есть. Самая минимальная цена за этот стол, за весь период нас, как служба доставки Икеи, с 10-го года была 8 тысяч рублей. Это было в лохматых годах. Теперь давай разбираться по нему. Значит, размеры у нас 100 на 50, высота где-то 74. Два выдвижных ящика, такие номинальные, маленькие, под что-то мелкое. Стол не является двухсторонним, он стенного крепежа обязательно. И им нельзя разделить пространство, потому что задняя стенка у зеркала, здесь, так, к сожалению, зафиксирован на чопик, мы повернуть ее не можем, она неэстетичная, то есть это просто зеркало. Здесь у нас хороший выдвижной ящик, куда, в принципе, декоративных штук дамских влезет много, но какие-то плойки, фены, расчески с трудом. Будем залазить. Еще, можно я свое любимое слово скажу? Жеблый. Жеблый. Поэтому аккуратно все-таки фиксация к стене нужна обязательно. По качеству. Эти столы периодически заказывают все. Хемнес максимальное количество в заказах, и при этом у Хемнеса нареканий по качеству не было ни разу. Если брать по цветовой гамме, всю в Де уходит в серость. Где можешь проводку сделать? Хемнес более кипенобелый, такой теплый белый. Здесь вот на фоне Хемнеса Чувде уже сиринкой отдает по оттенку. Ну, если бы ты мне было, если бы ты мне дала право купить туалетный столик, то я выбрал середину. Середину. Из-за того, что у тебя даже в ванной не хватает места под тюльник. Да, сюда побольше залезет. Был шкаф Лилоген, специальный кублин под это дело. У тебя дома три женщины живет. Да. Еще смотрите. Что даже в этом шкафчике не хватает под бритву. Все, бедный, несчастный. Я жаловаться хочу. Ну, жалуйся. А, дальше. Томба с зеркалом. Корнишо. 70 на 47. Покажи, пожалуйста, этикетку. 12 тысяч. Полностью металл. Линейки пиннинг хорошо будут сочетаться. Давно на нее посматриваю, поставить в коридор. Но так как мы сейчас планируем, опять же, с помощью Siberian Wellness строить дом, уже, наверное, будет неактуально. А данную тумбу девочки берут, да, как туалетный столик. Когда надо много впихнуть. Вот это тебе как раз. Ну, во-первых, смотри, вот иди сюда, поближе ко мне подойди. Мне здесь не надо садиться. Вообще, вот мне краситься удобно стоя. То есть, здесь вот я могу... Глаз нарисовать. Глаз нарисовать. И хвост. Вот сюда не обязательно же косметоз складывать. То есть, это такая универсальность. Вы сюда можете сложить какие-то вещи для хранения, оба, все что угодно. А верхушку использовать для личных нужд, именно для макияжа. Плюс сюда можно спокойно прицепить любую софит. Не обязательно икеевский. На прищепку. На прищепку, да. То есть, довольно-таки жесткий. Поэтому, если вот кто именно с практичной точки зрения вам подходит по цвету, и не забываем, что это черный. Это будет постоянно все вот в таком вот грязном виде, в пылище. Еще про тумбу корничную. Корншо. Язык помашь. Она вся из металла, кроме столешницы. Столешница у нас ДВП, пигментированное порошковое покрытие с полиэфирной смолой. И два крючка. Сюда еще можно что-нибудь повесить. Вот такой выбор на данный момент у икеи. Девочки, я думаю, мальчики вряд ли нам здесь оставят комментарии. Пишите, у кого какие. Нравится, не нравится. Пожалели, не пожалели. Это ключевое. Почему? Что? Возможно, вы пользуетесь, но понимаете, что, блин, никогда больше я эту заразу не куплю. Ну смотри, я тебя перебью. Вот я сделал свой выбор по этим туалетным столикам. А какой же твой будет выбор? Мне неудобно сидеть. Ну я так. И, кстати, вот это зеркало уширяет. Смотри, какая я здесь. Вот что значит мы сделали большую паузу по обзору. Татьяну не остановить. Даже не могу вставить свое слово. Прет как прямо из рога изобилия. Ну все, наверное. Ну 12 минут, я думаю. Ну на туалетные столики больше не выжмешь. Да. Поэтому, друзья, делаем базовые вещи. И рассказывайте, кто имеет опыт владения этими предметами. Я просто уже сказала. Ну я хочу сказать напомнить. А базовые вещи какие нужно сделать? Обязательно. Ставьте лайк, подписывайтесь. И еще раз не забудем вам повторять об этом. То, что мы стремимся к 100 тысячам подписчиков. Пожалуйста. Вам не сложно. А для нас это очень сильно мотивирует на дальнейшее творчество. Ведь небольшой спойлер. Думаю, это будет первым видео, которое выйдет самое-самое-самое. У нас будет скоро еще один ром-тур. Вот так. Да. Поэтому давайте подписывайтесь. И будем, наверное, чаще-чаще, все чаще делать такие видео. Именно с подписчиками в живой мебели, в живых интерьерах. Так как мы заметили, это очень вас сильно выводит на эмоцию, на комментарии. И на пользу. Потому что это живое применение. Это не магазин. Это не наш опыт. А это опыт человека, который каждый божий день живет с этой мебелью. Кушает, спит, ест и так далее. Все. Пока мы скучали по вам. И мы вернулись. Пошли дальше. Пойдем.